На Ринмаре жители одного из домов пытаются пролить свет на загадочную историю пятилетной давности. В 2010 году людям пообещали подключить холодную воду. Ремонт действительно начался. Коммунальщики проложили трубы, вывели их в квартиры. И казалось, дело сделано. Но на этом работы внезапно прекратились. Вода в кранах так и не появилась. С подробностями Олег Хатанзейский. Все, мы можем идти в обратный путь. Ну как, тяжеловато, да? Конечно, хотите попробовать? А сколько метров до дома примерно? Ну, больше 100 метров. Метра 150. Уже не в том возрасте, так сказать, такие тяжести. Пенсионерка Любовь Ора сегодня снова совершает марш-бросок. 150 метров по непроходимой местности с 20-литровой канистрой в руках. Проверка на прочность для женщины – дело уже привычное. А как иначе? Носить воду с колодца больше некому, а дома такая роскошь отсутствует. В 21 веке мы уже живем, а до нас 21 век почему-то так и дойти не может. До вашего дома. Да не только до нашего, а вообще до района Кармановки. В 2010 году жителям Меньшкова 8Б городские чиновники пообещали провести холодную питьевую воду. Новости опубликовали в газете. Летом начались работы. Строители перекопали трассу, проложили трубы, вывели их в квартиры. Но на этом все закончилось. После того, как у нас сделали разводку холодной воды, но воду не подключили, мы начали обращаться к местным властям с просьбой и вопросами, когда все-таки нас подключат к холодной воде и завершат все работы. На что все разводили руками. Ответа мы ни от кого не получили. И тогда мы решили провести свое небольшое расследование. Обратились в мэрию, рассказали о проблеме. Но, как оказалось, о событиях пятилетней давности чиновники почему-то не помнят. Впрочем, это неудивительно. На камеру с нами общаться, конечно же, не захотели. Но зато дали вот такую вот выписку, где написано, что в 2010 году на работы по Миншка 8Б было выделено 4,5 миллиона рублей. Из них 3,5 потратили на прокладку труб к дому. Еще 1 миллион оставили на возведение канализации. Но работы не начались. Потребовался проект. А это дополнительные деньги. И тогда коммунальщики и чиновники решили. Вот читаю. В связи с отсутствием проекта, который требуется при проведении оборудования канализации многоквартирного дома, работы не выполнены. Без канализационного водоотведения подключение дома к централизованному водоснабжению нецелесообразно. Водопотребление увеличится, что ускорит процесс разрушения выгребных ям и фундамента дома. Ну, получается, что 3,5 миллиона рублей коммунальщики и чиновники просто закопали под землю. И еще один миллион просто куда-то пропал. И сразу возникает вопрос. Если коммунальщики знали, что в доме нет канализации, тогда зачем они начинали работы по подключению дома к холодной воде? Сказали, что ошибочно нас включили в программу и не должны были подвезти нам эту воду. Сами чиновники по этому вопиющему случаю даже проверку не проводили. Они продолжают утверждать все вопросы к заказчику работ. На тот момент им являлась управляющая компания служба заказчика, которая сейчас ликвидирована в связи с банкротством. А значит, ни с кого нет спроса. Почему я официальный запрос отправлял, но в итоге мне никто не ответил? Для меня ваш запрос не дошел. Не дошел? Да. Лариса к вам звонила лично? Письмо присылала? Присылала. Вы же делали мне справку. А чуть позже выясняются любопытные детали дела. Три года назад акты об успешном завершении в доме ремонта официально утверждаются. Теперь внимание! За подписью жильцов. Мол, претензий не имеем, холодная вода в доме появилась. Как это могло произойти? Большая загадка. Так что продолжение следует. Ну, нас как бы обманули. Олег Танзийский, Сергей Качегов, Александр Дуркин, Телеканал Север.